А теперь давайте вспомним, с чего мы начинали. Наш 12 батальон территориальной обороны, который формировался с 9 по 16 мая нашим любимым киевским городским военкоматом. И наши задачи, которые нам рассказывали, которые мы будем выполнять, это охрана пяти мостов Киева. И вот мы месяц готовились, одели военную форму, получили оружие, вспомнили, как с него стрелять, вспомнили какую-то тактику, выходы, ночные выходы делали. И готовились к охране мостов города Киева. За месяц до этого, спасибо нашему Орхедру, собрали технику, мобилизированную с народного хозяйства. Это чуть-чуть ездящие газоны, зилы, экскаваторы. И экскаваторщик у нас даже призвался вместе с экскаватором. Технике военной нам досталось аж с десяток единиц, из которых шесть машин связи, никому не нужной радиостанции 70-х годов. БРД, МРХ и три машины ДДАшки, БАНИ. И в это время мы уже начали получать поддержку людей со всей Украины. Нам начали привозить форму, берцы, бронежилеты и все необходимое для нашей дальнейшей службы. Нам выдали противогазы, ОЗК. Там мы проводили всевозможные занятия по тактической и огневой подготовке. Поднимались и выходили ночью по тревоге. Одним словом, пробовали наверстать все, что мы забыли за период после службы в армии. И вот, пробыв в месяц в Дисне, в ночь с 10 на 11 июня, мы получаем боевое распоряжение. Выдвинуться в Харьковскую область. 12 числа, рано-рано утром, мы выдвигаемся маршем до Чернигова. В Чернигове мы совершаем погрузку на железнодорожные платформы. Потом мы двое суток эшелоном едем до станции выгрузки. Но там уже намного оперативнее. Выгружаемся и выдвигаемся маршем до села Орехово, пересекая Харьковскую и Луганскую область. На въезде в село Орехово вечером в темноте нас встретил огонь зенитной установки. Разрывы сигнальных мин. Мы все выскочили, заняли оборону. Только потом мы по радиостанции поняли, что это сработка сигнальных мин и стрельба по беспилотнику. Для нас это было все впервые. Мы не знали, как на это реагировать. Все эмоционально не понимали, как на это отвечать. И это был наш первый условный бой. Потом мы добрались до села Орехово. Не выгружаясь с автобусов, мы отбились. Но в пять утра нас разбудил полковник со штаба сектора и вручил нам новую боевую задачу. Боевой задачей было то, что нам нужно было занять новый взводный опорный пункт. Было определено, что на первые блокпосты пойдет вся стрелковая рота. И потом еще два взвода первой роты. Но на руках у нас было всего лишь 30 бронежилетов. И какое-то количество бронежилетов от военкоматов, волонтеров и от родственников бойцов. Мы понимали, что нам нужно одеть защиту прежде всего на тех бойцов, которые уходят туда. Поэтому все, что было, отдали им. Первые бойцы ушли в взвода купола, гарпуна и крейды. Через два дня мы получили еще одну задачу по охране Сватовской городской администрации. Туда мы направили три взвода с нашего батальона. Помимо этого, также мы осуществляли работу на мобильных блокпостах на дорогах. С 17 июня мы получили задачу занять блокпосты в Штормовом и усилить пограничников одним отделением около села Городыще. Это всего лишь 300 метров от российской границы. Туда уехал старший лейтенант Гусаченко Серега с 10 своими бойцами. Мы выставились на посты, совершали сопровождение и конвои. Это мы делали теми подразделениями, которые оставались в базовом лагере. С 20 июня под Новый Айдар уехали подразделения 2-й роты. Командиры взводов Тараненко и Халецкий. С 3 июля под Широкий уехали взвода Крейды Дениса Козимки и взвод Рапида Муканандрюхи, который принял кемпинг под счастье. Купол Саша Посидко и Гарпун Рома Цвигун, которых переподчинили 2-й батальонной тактической группе 30-й отдельной механизированной бригады, начали заниматься сопровождением артиллерии. Ребята себя показали с самой лучшей стороны. Приезжая туда к ним на кемпинг, я видел и понимал, что наши молодые пацаны, командиры взводов, просто являются центром штаба тех офицеров, полковников, которые должны были, по идее, руководить нашими подразделениями. В неделю месяца мы занимали такие блокпосты. В Бахмутовке, в Геевке, Кутора, Демура и Андрея, в райгородке туриста, в Косте и Самчука. На мосту в счастье стояли 2 офицера, Тараненко и Халецкий, со взводом. Иногда нам на усиление давали танки, БМП, МТЛБ. И что хочу сказать, что все приданные нам подразделения, с которыми нам приходилось работать, всегда изъявляли большое желание оставаться с нами, потому что у нас всегда был порядок. И мы всегда заботились о каждом нашем солдате, который должен был обут, одет и накормлен. 16 июля три взвода нашего батальона, это взвода хутора кадетой туриста, перешли в подчинение 3-й батальонной тактической группе, 80-й отдельной механизированной бригаде в районе Веселой горы. И тут началась совершенно новая страница в истории нашего батальона. История не очень веселая, но на Веселой горе. Ежедневно в день бывало по 10 и более обстрелов Веселой горы. Но наши пацаны это все выдерживали. Но есть и печальная сторона этого города. На Веселой горе не повезли первые наши подряды, первые погибшие, первые ранены. В конце июля мы приняли весь мост на счастье. Он был наш на протяжении месяца. И с одной, и с другой стороны. С одной стороны стоял сводный отряд, состоявший из бойцов рот, инженеров, связистов, поваров, водочеков под командованием старшего лейтенанта Фещенко, Лео. С другой стороны моста стояли два взвода второй роты, старший лейтенант Тараненко и старший лейтенант Халецкий. А собранную понтонную переправу охраняло отделение инженеров. В начале августа наши войска шли все ближе и ближе к Луганску. И со 2 августа свой блокпост оставил и переместился на высоту 164,5 капитан Назаренко, кадет. Это высота, которая контролировала, с которой, вернее, было видно практически весь Луганск. При взятии этой высоты вместе с танкистом, вместе с гаражом, с первой танковой, начальником штаба, наши ребята организовали хорошее наблюдение, хорошие огневые позиции. И в эти же дни два наших взвода входят в Красный Яр и Виргунский разъезд. 2 августа наш батальон первым водрузил украинский флаг в оккупированном Октябрьском районе Луганска. В Виргунском разъезде становятся два наших подразделения. Это вторая рота подразделения «Рапида» и сводный отряд, который до этого стоял на мосту в части «Лево». Они занимают позиции на южных окраинах Виргунского разъезда. А на пересечении дорог и стыке Северского Донца в Красном Яру занимает блокпост подразделение «Казимка», «Крейды» и отделение связистов. И в это же время начинаются атаки и наступления. Нашими войсками занимается Луганский аэропорт, который находится на южных окраинах Луганска. Это совершенно противоположная сторона от линии фронта, от наших позиций. И чтобы попасть туда, в аэропорт, нужно было сделать дорогу жизни, по которой поставлялось оружие, боеприпасы для тех бойцов, которые удерживали этот аэропорт. И нужно было сделать этот проход, и этот проход проламывали наши вооруженные силы и, прокладывая его, выставляли блокпосты. Это те укрепрайоны, которые защищали и прикрывали подвоз боеприпасов, продуктов для наших бойцов в аэропорту. Так нам досталось нелегкое место – Радакова, на которое был выставлен взвод под командование лейтенанта Рома Цвигуна, Гарпуна. И мы все были очень воодушевлены тем, что на протяжении последних месяцев наши вооруженные силы шли вперед и вперед и вперед. Но после 2 августа мы не сделали ни шагу вперед, вперед команды уже не было. Мы стояли там, просто обороняли свои позиции, но при этом постоянно несли свои потери. 16 августа мы получили пополнение из военкоматов города Киева. Это было около 100 бойцов, которые приехали на двух автобусах и которые практически сразу, как говорится, в бой. С 24 августа, с дня нашей независимости, противник начал серьезное наступление. И никаких иллюзий, что это было сепаратисты, террористы, уже никого не оставалось. Это было масштабнейшее наступление регулярных российских войсков, когда против нас идут современные танки, с современными станциями РЭП, которые глушили все, что можно. Когда мы не можем наладить связь с теми нашими подразделениями, которые впереди, и нам пришлось отступить, чтобы сохранить жизни наших бойцов и перегруппироваться. И поэтому было принято решение, что с 30 по 3 сентября вывести все наши подразделения в базовый лагерь в Дмитровку. Когда уходит бронетехника, тогда пехоте без поддержки, без современной бронетехники и артиллерии противника устоять невозможно. Наши уходили последними. И мы их встречали, как герои. И до 3 сентября все подразделения батальона собрались в базовом лагере около села Дмитровка. Теперь немного про наш базовый лагерь в Дмитровке. После Орехово мы переехали в Дмитров. Там мы стояли палаточным городком. И возле палаточного городка мы максимально оборудовали всевозможные средства укрытия, блиндажи. Кроме того, вокруг лагеря были сосредоточены базовые лагеря двух механизированных бригад. Это 24-я и 1-я бригада. Поэтому вокруг нашего лагеря в это время собралось более 50 единиц бронетехники. И понимая это, еще и при участившихся обстрелах лагерей базовых, мы попытались максимально рассредоточить наше подразделение. И мы это сделали. Стрелковую роту мы перевели в новый дар военкомат. Первую и вторую роту нашли место в Дмитровке. Подвальные бетонированные укрытия в заброшенном детском садике. И при наличии наших блиндажей мы понимали, что мы сможем укрыть свой личный состав от всех артиллерийских обстрелов, от обстрелов реактивной артиллерии. Но это еще и при наличии хороших наблюдательных постов, которые будут подавать своевременно сигналы про обстрелы. И так в ночь. Так и получилось. В ночь с 3 на 4 сентября в районе 22 часов была первая команда в воздух. И по этой команде среагировали правильно. Все укрылись в блиндажи. Но это был недолет. Недолет, который ударил возле детского садика, в котором было две роты. Один из бойцов не успел укрыться. И там у нас был первый раненый. Через 40 минут был второй удар. Еще ближе к нашему лагерю. И в это же время подана команда в воздух. И все были в укрытии. И потом около 2 часов ночи была третья команда в воздух. И по этой команде прямое попадание в наш базовый лагерь. После которого он начал просто гореть весь. Потом начал взрываться быка. Там мы потеряли двух наших пацанов. Немного раненых. Этот день в Дмитровке мы считаем самым трагичным днем в истории нашего батальона. Хотя здесь могло и быть намного больше жертв, если бы не было наших укрытий. И так же потому, что в это время к нам ехало пополнение с 50 человек. И в эту ночь они неподготовленные тоже могли попасть под этот обстрел в лагере. Но было принято решение, чтобы они ночевали в автобусах в Старобельске. Поэтому, слава богу, они всего этого не видели. Встретились мы с ними уже после ночи в Дмитровке. После этого нами было принято решение поменять базовый лагерь. И после места сбора в Новоайдаре мы остановились в Сватово, в хорошо оборудованных коровниках. Около 50% наших бойцов вправили в отпуск на ротацию. А мы переместились в новый базовый лагерь, в котором пробыли недели. Это было прекрасное, красивое село. Маленькое село, круглое. Поселились в двухэтажную школу, которая как раз в этом году почему-то перестала работать. И в это же время к нам прибывает очередное пополнение. Это более 120 бойцов. Кругло мы их встречаем, размещаем, вносим в штат, распределяем по подразделениям. И в это же время получаем новые боевые задачи. И мы занимаем около 8 блокпостов. Все пацаны собрались силами и приняли эти блокпосты. Эти блокпосты в районе Бахмутовки, Райгородки, Михайловки, Калядовки, Евсуга. Два блокпоста в Новомайдаре, в Алексеевке. Короче, по всей Луганской области. Потом снова меняем базовый лагерь. Переезжаем в заброшенный детский интернат, рядом с селом Денежниково. И несем службу дальше. Понимая, что в этом интернате мы не переживем зиму, находим новое место себе. И с 26 октября все тыловые службы и штаб начали переезд на новое место. Новый базовый лагерь в Старобельске. И при этом параллельно осваиваем еще новые блокпосты в Спиваковке. И с 1 ноября по информации штаба сектора о грядущем танковом наступлении в районе Лисичанское нам дана команда создать сводный отряд противотанковых сил. Старшим туда, под Лисичанск, едет майор Назаренко, кадет. Вместе с командиром противотанкового взвода капитаном Зугравом, Серегой, Сайгоном. Они занимают оборону и делают противотанковые рубежи охраны в районе выезда с Лисичанской, в районе Белой горы. Там был старый блокпост и очень хорошее место для противотанковых отражения атак. 11 ноября мы занимаем следующий блокпост на выезде из Лисичанска на перекрестке дорог на Белогоровку. Старшим был подполковник Великородный. И там мы несем службу на протяжении месяца. В это время решением штаба сектора и вооруженных сил все батальоны территориальной обороны нас перезакрепляют и передают 26-й артиллерийской бригаде. И мы становимся одним целым с артиллерией. Занимаемся охраной, сопровождением, поиском новых позиций, разведкой артиллерии. Короче, выполняем все задачи артиллерии. И я считаю, что все задачи, которые нам ставились, мы выполняли качественно, профессионально. И замечаний у нас никогда не было. В декабре месяце мы получаем решение начальника генерального штаба про выведение нашего батальона на ротацию оттуда, откуда мы прибыли в мае, в СМТ Десна, в учебный центр. Но часть нашего личного состава, это около 142 человек, добровольно принимают решение, что они не хотят покидать зону боевых действий, зону антитеррористической операции. И желают дальше остаться, выполнять задачи, которые перед нами ставились. Это задачи охраны артиллерии. И батальон составит 332 бойцов, без сводного отряда, которые пожелали остаться, 3 декабря уходит на Десну. В Десне у нас начинается новый полуторамесячный этап боевого слаживания, переподготовки, перекомплектовки. И 15 января нам приходит очередной новый штат, который за это время мы поменяли раз в 8, наверное. И после этого нового штата нам приходится, не знаю, как мы это сделали, и до сих пор мы за это волнуемся, нам приходится более 300 человек вывезти за штат. 17 января решением командира 26-й бригады назначен строевой смотр. Принимается решение про выдвижение первой нашей роты уже в интересах 26-й бригады в сектор С. Это под Артемов с Дебальцево. И убывает наше первое подразделение, 2-я мотопехотная рота, под командованием майора Франко. Это для нас совершенно новый сектор, но это боевое подразделение показало себя с самой лучшей стороны. Они изучили сектор, все ближайшие районы, они выбрали себе новый базовый лагерь. Этот лагерь выбрали на выезде с Артемовска в сторону Дебальцево. И при этом всем охраняли все огневые позиции 26-й бригады и выполняли все задачи керевника артиллерии сектора. В это же время в сектор А убывает рота капитана Посидко Купова. Останавливается на нашем старом месте, там где они всегда были, в Новой Айдаре. И тоже занимается охраной артиллерийских позиций в интересах сектора. Им достаются БМки, как обычно. Они это все любят и знают. Потом эти две роты меняют роты, которые были на ротации. Рота подполковника Каханенко и рота майора Касабчука. Рота Каханенко едет в новый сектор, в сектор С. Рота майора Касабчука едет на место Купова в Новой Айдар и селится в его военкомат. Теперь немножко про наше подразделение спецназа, которое в марте месяце добыли себе беспилотник и добыли себе новую задачу. И наши офицеры отделения специального назначения убывают в станицу Луганскую. Для выполнения задач в интересах уже разведки сектора. После прибытия рота Касабчука в сектор А и благодаря нашим волонтерам в этом подразделении тоже появился беспилотник. И так как у нас наш офицер, командир взвода Костя Самчук, турист, уже профессионал по работе с беспилотником, они убывают тоже в станицу Луганскую и работают вместе с подразделением спецназа. В марте месяце дополнительно прибывают в сектор А рота Каханенко. Таким образом, весь батальон, все подразделения батальона находятся в зоне АТО. И 21 марта мы получаем от командира 26-й бригады новое распоряжение. Выдвинут наш зенитно-ракетный взвод опять-таки в новый для нас сектор, сектор Б. И весь батальон получается разбросан по всем трем секторам АТО. Ребята уезжают под Волноваху и там организовывают охрану артиллерийских позиций 26-й артиллерийской бригады, их противотанковых батарей. В середине апреля уходит рота Косовчука на ротацию в Бердичи, где ребята тоже уходят в отпуска. В апреле месяце командование батальона понимает, что 80% батальона должны идти на демобилизацию. И мы добиваемся решения начальника гениального штаба полностью батальону убытную перекомплектацию в пункт нашей постоянной дислокации 26-й бригады, город Бердичи. И где находится сейчас большая часть нашего батальона. И готовимся и ждем новых задач от командования. Знаете, очень жаль, что мало времени. И мне хотелось бы рассказать намного больше про самих бойцов. И у них у самих столько всего есть, чего рассказать о своей службе. И героичного, и иногда смешного. Поэтому нам стоит встречаться и стоит вспоминать. Этот год службы, этот год войны нас вплотил. У нас теперь своя история, свои достижения и свои потери. Да, мы часто не понимали стратегию, замысел этой войны. Да, мы еще не принесли победу в освобождении оккупированной территории. Но на определенных нам боевых позициях мы стояли и будем стоять крепко. И там был и будет порядок. Те, кто будут демобилизированы, уйдут, выполним свой долг перед своей страной. И мы обучим новые подразделения, новых призывников. И дай Бог, и они будут стоять так же, приближая будущую победу. Двенадцатый, мотопехотный, опять стою в одном строю. Я остаюсь твоим солдатом, ты нас сроднил в одном бою. Вы все мне дороги ребята, шагая с мира прямо в бой. И вроде жизнь искомка наизмята. Но вас хочу увидеть вновь.